Доброе утро всем! Всем привет-привет! Рада всех видеть на планерке. Сегодня, как всегда, я, с вами я, Наталья Варгина, а значит, сегодня среда. Итак, начнем. Ребят, я не случайно поставила ролик, который только что был, потому что все, кто его, наверное, вы его уже видели не один раз, а кто не видел и видел не сначала вдруг, то советую вам его пересмотреть и пересматривать его периодически, потому что ролик, ну, очень полезный и нужный. И я его поставила не случайно почему, потому что я хочу с вами сегодня поговорить о тех этапах, которые мы проходим именно в Арифлейм, о которых говорят все лидеры нашей компании. И если вы наберетесь мужества и пройдете все эти этапы, то тогда вы увидите всю мощь компании и получите все плюшки, которые предлагает нам компания. Итак, начнем. Ребята, еще поставьте плюсики. Слайды видно? Отлично. Итак, поехали. Ну, начнем с того, что вы, как новичок, кстати, новички есть сегодня здесь. Я вот вижу все фамилии, по-моему, знакомые. Если есть новички, поставьте пятерочки. Так, новичков нет. А, вот Александр Старцев. Ага. Рада познакомиться, Александр. Меня зовут Наталья. Хочу вам пожелать успехов и карьерного роста. Итак, поехали, ребята, дальше. Так, первая стадия у нас, да, мы новичок, мы зарегистрировались, мы еще ничего не знаем. Спасибо. Мы ничего не знаем, мы, вот, как говорится, только-только-только вылетели из гнезда, да. Вот. И что происходит? Мы пришли в «Орифлейм», информация и море, мы, конечно же, горим, да, мы хотим, мы заряжены на успех, мы, потому что нам рассказали о том, что здесь нереальные возможности, и мы мчимся вперед, да. Самое главное, чтобы взять хороший старт и двигаться в правильном направлении, нужно обязательно пройти обучение. Вот. Если вы пройдете обучение, то вы уже немножечко оперитесь, как говорится, да. Вот. Ну, вы начали работать, да, вы уже прошли обучение, начали работать. Но тут у нас встречается наш первый этап – нет регистрации. Ребят, поставьте плюсы, у кого такое было, что вы начали работать, а регистрации – нет. Ну, я думаю, что никто не обошел этот этап, да, регистрации не было. Вроде бы делаете все правильно, вроде бы работаете, вроде бы отдаете себя работе, а регистрации – нет. это нормально. Это не говорит о том, что вы какой-то не такой, или вы делаете что-то не так. Ну, может быть, да. Но если вдруг нет регистрации, но это нормально, нет регистрации неделю, две, месяц – обратитесь тогда, работайте со своим спонсором, он вам поможет. Я вам хочу сказать, ну, такой есть плюс в этом этапе, что этот этап можно сократить до минимума и даже избежать. Как это сделать? Если вы сразу с первого дня будете плотно работать со спонсором и говорить то, что делает спонсор, а не изобретать велосипед, то тогда вы избежите этого периода, либо сократите его до минимума. Вот. Далее. Все, вы пережили этот период регистрации, пошли. Вы там исправили все ошибки со своим спонсором. Как еще нужно, чтобы регистрации пошли с первых дней? Делайте так, ребята, вы еще не умеете говорить, вы еще не знаете всего, да, вы еще только обучаетесь. Переводите всех своих людей на спонсора. Он поможет вам с первых дней начать делать регистрации, ежедневные регистрации по нескольку регистраций в день. Прошли этот период, научились регистрировать людей, классно, супер, все, регистрации пошли. Следующий этап – нет рекрутов и нет Q-рекрутов. То есть регистрации есть, но заказы не делают. У кого такое было, ставим плюсики. Отлично, я тоже думаю, я просто почти уверена, что такое было у всех. Вроде бы есть регистрации, но нет, нет рекрутов, да, никто не делает заказы. Либо делают заказы единичные, либо людей вы регистрируете, регистрируете, они регистрируются, но уходят. Такое – это нормально. Самое главное, ребят, понять, что эти этапы нормальные, что это все нормально. Это говорит о том, что, опять же, не вы неправильный какой-то. Это говорит о том, что вы еще не нашли тех людей, которые, как и вы, захотят сделать бизнес. Которые либо вы нашли их, но они еще не научились, и они еще не поняли суть, что нужно делать. Вот. И поэтому, когда вы будете их тащить и вести за собой, то вероятнее всего, что появятся эти люди. Вы в этом, конечно же, убедитесь, и многие здесь в этом уже убедились. Этот этап тоже нужно пройти, пережить, и все получится. Самое главное – обучаться дальше, не останавливаться. Набраться в себе, набрать сил, мужества, да, набраться мужества и пройти этот этап. Следующий этап, который я считаю самый такой, самый жестокий, когда у вас уже начинается паника. Когда вы уже понимаете, что вы вроде бы работаете, работаете, оглядываетесь, а вы все равно пока еще один. Либо у вас пришли люди, которые еще слабенькие, да, либо только те, которые заказывают. Нет ключевых партнеров. То есть у вас уже есть регистрации, у вас уже, возможно, есть заказы, но бывают даже такие партнеры, которые заказы делают, но их не забирают. То есть вот это все, конечно, вас, как говорится, ну, немножечко подкашивает, да, но я вам хочу сказать, что и этот этап – это нормально. То есть его тоже нужно пройти, его тоже нужно прочувствовать, да, это тяжело, но только когда вы все это проходите, вы, как говорится, адаптируетесь к этому, вы становитесь сильнее. У кого такой этап был, поставьте пятерочки. Этап, этот этап, я считаю, что это самый важный, но самый опасный этап. Потому что именно на этом этапе очень часто люди ломаются, которые сильные, которые реально пришли в бизнес. Они принимают решение уйти. Очень часто на этом этапе это происходит. Вот именно в этот момент, когда вы принимаете решение уйти, это, конечно, прям страшное решение такое, да, я советую вам не переживать это в одиночку. Звоните спонсору. Согласна, что сильный не сломается, он переживет этот этап. Но если вам, вы чувствуете, что все, да, звоните спонсору, он поддержит. Он точно так же, как и вы когда-то был в этой ситуации. И он вам расскажет, что, что будет именно вот за этим этапом, если вы переживете именно этот страшный этап. Ребят, вот смотрите, когда вы копаете, да, вы ищете ключевых партнеров, их очень мало, я вам скажу. Нужно перекопать очень много, нужно перебрать очень много людей для того, чтобы найти своего ключика, своего партнера, с которым вы плечо к плечу, да, рука об руку пойдете дальше строить ваш бизнес. Вот представьте такую ситуацию, да, когда, например, вот вы идете по дороге, да, и перед вами, прямо вот перед вашими ногами падает бриллиант. Там, я не знаю, там 10-15 карат. Вы видите, как он сверкает на солнце, вы видите все его грани. У вас в голове сразу выскакивают цифры, сколько денег вы получите за этот бриллиант. Как изменится ваша жизнь после того, когда этот бриллиант будет у вас в руках. Все, вы видите, вы протягиваете к нему руку, и в этот момент на него сверху высыпается из подъехавшего грузовика куча песка огромная, 5 тонн. Сколько там, я не знаю, грузовик помещается, ну пусть будет 5. Представляете ваше состояние? Ребят, что вы будете в этот момент делать? Вы развернетесь и уйдете? Но вы знаете, что в этой куче песка он есть. Вы точно знаете, что он там есть, этот бриллиант. Я думаю, что никто, что никто не уйдет, а начнет копать, правильно Александр, до потери пульса, начнет искать этот бриллиант. Потому что вы точно знаете, что вы получите, когда вы найдете этот бриллиант. Точно так же и с ключевыми партнерами. Копайте до потери пульса. Спросите у любого лидера, у любого успешного человека, есть ли ключевые партнеры? Он вам скажет, что да, что они есть. У вас пока, может быть, этой уверенности нет. Вы пока не верите в то, что есть эти бриллианты. Но они есть, ребят. Они есть. И надо в это поверить. И представляете каждый раз вот эту кучу песка, под которой скрывается ваш бриллиант. Поэтому нужно копать, копать, копать. И возможно, что когда вы докопаетесь до одного, невозможно, а точно, когда вы выкопаете этот бриллиант, у вас на пути появится следующий. И вы просто начнете их собирать. Вы начнете их собирать. И вы начнете получать все то, что вы получите, когда у вас в руках будет очень много бриллиантов. Бриллианты – это ваши ключевые партнеры. Вот еще вам хочу сказать, что я смотрела такого тоже лидера, да, ее тренинг. Она рассказывала о своей истории. Она говорила, что я копала, я работала, да, там у меня были партнеры. Ну все, вот я проходила через каждый этот этап. Но все, она дошла вот до этого, когда нет ключевых партнеров, когда вроде бы работаешь – работаешь, а результата особо-то еще и нет. И она принимает решение, что, наверное, все. Наверное, надо уходить, наверное, это не мое. Тем более, что этот человек был успешен на своей работе. У нее был неплохой доход, то есть у нее было все нормально. Единственное, чего не было – не было свобода, не было независимости, а ей этого хотелось. Поэтому она и пришла в сетевой, поэтому она и пришла в нашу компанию в Reflame. И вот она решила, наверное, наверное, все-таки не мое. Но как настоящий лидер она сказала себе, вот сделаю 100 регистраций. Если вдруг и после 100 регистраций у меня ничего не получится, то все, это не мое, я ухожу. Точно так же и вы. Поставьте себе любую цель. Сделать что-то, вот если не получается, ну, значит, все не мое. Так вот, ребят, она не зарегистрировала и 70 партнеров, как у нее пошел бизнес, как у нее все стало получаться. И она открыла директора. И уже закрыла, и, ну, в общем, уже все супер. Поэтому, ребят, никогда не надо останавливаться. Вы точно такие же, как и все остальные. Нужно только выкопать из себя, не только бриллианты выкопать, а еще из себя лидера. Так вот, что же скрывается вот дальше за вот этим вот страшным этапом, да? Что скрывается? Вот когда вы пройдете вот этот этап, вы увидите вот этот. Понимаете? Вы поймете, что вы можете, что у вас все получилось, что у вас все теперь будет получаться, что все классно. Это как, знаете, когда вы находитесь в душной, жаркой комнате, да, сидите, вам тяжело даже дышать. И когда вы выходите на улицу, да, и вдыхаете глоток свежего воздуха, какое ощущение радости вы испытываете, да? Что вот, наконец-то, наконец-то, как здорово, да, как здорово на свежем воздухе. Вот точно такое же ощущение вы испытаете здесь, когда вы придете вот к этому этапу, когда вы пройдете все вот эти вот шаги и придете вот сюда. И с этого все только начинается. Представляете, что будет дальше? Это признание, это банкеты, это нереальные премии, а самое главное – это большие команды, это благодарные люди. Это люди, из которых вы делаете бриллиантов, именно вы, в вашей команде, которые придут к вам навсегда и останутся с вами навсегда. Поэтому, ребята, не бойтесь, не бойтесь проходить эти периоды. Их нужно пройти, их проходит каждый. Поверьте мне, не верите мне, спросите у любого лидера, они вам подтвердят это. Поэтому вперед, стремись, дерзай и все получится. Вы готовы идти вперед? Дайте обратную связь, ребят. Вот, да, Лиля подтверждает. Она проходила через все это. И она поможет нам всем пройти через это. И Михаил. У нас замечательные лидеры, ребят. И они из нас слепят тоже лидеров. Поверьте мне. Ребят, ну что, я уже задержала девчонок. Прошу у них прощения. Сейчас не расходите. Сейчас, как всегда, наша академия красоты. Девчонки снова будут делать нас красивыми, здоровыми, счастливыми, молодыми. Как всегда, у них все вкусненько. Они расскажут о наших продуктах, без которых, конечно, мы не можем уже. Мы их уже любим. И нужно рекомендовать всем наши продукты, потому что они классные, они реально работают. И мы с ними становимся молодыми, здоровыми, красивыми. А самое главное, с нашей компанией мы становимся независимыми, свободными и успешными. Ну что, какие-нибудь вопросы ко мне есть у вас? Я думаю, что все уже распланировали свой сегодняшний день, да, что все готовы к работе. И поэтому вперед. Вопросов ко мне нет. Спасибо всем, что вы были со мной. Спасибо всем, что участвовали в планерке. Я с вами прощаюсь. Всем пока. А сейчас вас ждет Академия красоты. Пока-пока.